Уехать с утра пораньше на снежные Камские просторы – вот оно, идеальное начало дня для рыбаков. Семен Шадрин именно для этого и приехал из Москвы на рыболовную базу «Три берега» в Камско-Усинский район Татарстана. Су учреждитель журнала «Рыбачьте с нами» рыбу ловит от Сибири до Новой Зеландии. В Татарстан же отправился за знаменитым Камским судаком. В Финляндии, когда я жил, там увлекся рыбалкой вот именно зимой, на судака. Научился его там ловить и потом эта страсть во мне как-то засела. И я теперь просто зимой жду зиму и не могу дождаться этого времени, чтобы пойти именно половить судака. И не жалей, я вот вышел на лед и сразу вижу, что тут огромное количество рыбы. То есть в Москве такого количества судака нет. Там очень такая тяжелая трудовая рыбалка. То есть надо найти и не факт, если даже найдешь, он будет клевать. А здесь я вот нашел сразу и сразу поймал две штуки, у меня еще пять поклевок было. Не, все нормально. Тогда даруйте жизнь. Ну, я хочу, вот только снимают. Таких рыбаков, которые приезжают из разных уголков страны, на базе «Три берега» сопровождают егеря. Целый день с клиентом. И на место доставят, и места клевые покажут. И обучат, если нужно, всем рыбацким толкостям. Артем Зубальчик к этой профессии пришел не сразу. Вначале, как и у многих, рыбалка была просто увлечением. А сейчас он уже три года помогает другим ощутить все прелести настоящего мужского хобби. Интересно, и просто люди приезжают с удовольствием. Приезжают разным уровнем, и федерального уровня. Чиновники приезжали, приезжают и местные, то есть любят себя порыбачить среди наших руководящих. Фарид Хайрулович Мухаммельчин, по-моему, он давно заядлый очень рыбак. Он к нам не приезжал, но я просто наслышан о том, что он очень любит плавить рыбку. Рыбалка – это такое увлечение, которое вне зависимости от достатка и социального статуса, она увлекает людей. То есть просто уже каждый по возможностям создает себе условия по снастям, по наличию техники. Услуги баз отличает именно профессиональный подход к делу. Конечно, немало и просто частников-перевозчиков. Рыбаков они тоже налет доставляют и там же оставляют. А в метель, по рассказам, могут даже потерять клиенты. И гостиницы у нелегала своеобразные тоже есть. Эдем в районе кормятся многие. И уводят клиентов тем самым от официальных рыболовных баз. Конечно, нам сложно конкурировать с людьми, которые не платят вообще никаких налогов, работают только на себя. Ну и к тому же условия, так скажем, когда частники предоставляют, ну это вот комната размером сету, 20 матрасов на полу. Но зато это стоит 300 рублей. Тем не менее, это оттягивает огромное количество рыбных ресурсов, создает толкательную, так скажем, на воде. Ну и ни копейки не пролетает в бюджет района, конечно, от таких людей. Ильдар Берхеев, прошедший путь от участника команды КВН-4 «Татарина» до депутата Госдумы, свои три берега открыл вместе с партнером два года назад. Говорит, что бизнес сезонный. Например, места на декабрь и январь закончились еще в октябре. А вот ноябрь и апрель пустующие. Тем не менее, за недолгое время база обзавелась постоянными клиентами. В бизнесе очень большую роль играет сарафанное радио, так называемое. Приехали люди, понравился завод, другую компанию свою. Мало того, люди здесь знакомятся с разных городов. И вот буквально на той неделе были ребята с Твери, с Нового Уренгоя, с Москвы. Настолько подружились, что на март договорились с той же компанией собраться. Зимняя рыбалка – удовольствие, к слову, не из дешевых, но демократичнее, чем летнее. Подобраться к нужному месту гораздо проще. Тем не менее, на свое хобби рыбаки готовы тратиться. В данный момент у нас очень пользуются ратлины с тросом. Они идут по судаку, работают. Также есть у нас блесны зимние. Тоже веса у них разные. От 11 грамм, 14, 18, 21 грамм. О настоящем мужском увлечении Алена Архипова знает все. 12 лет в специализированных магазинах. И сама не прочь поудить рыбу вместе с мужем. Кстати, говорит, среди клиентов есть и женщины. И их в последнее время все больше. Чтобы собраться на зимнюю рыбалку с нуля, нужно не менее 20 тысяч рублей. Костюм только стоит 15, и около 5 уйдет на снасти. Это как минимум. При этом производители все время придумывают что-то новенькое. Поэтому рыбаки зачастую меняют снаряжение каждый сезон. Это же расходный материал. Даже если взять по приманкам, это все расходный материал. Поэтому приходится закупать новенькое. Также по осени одно, один цвет берешь. По весне уже другое, летом уже другой цвет. Поэтому приходится тратиться. Так вот, задача, которую мы составим, это создать инфраструктуру. В настоящий момент мы завели инвесторовый район. Он нас выкупил. У нас было одно старое здание на Южной околице в Камском устье. Реализовали с торгов землю. Реализовали это здание. И в настоящий момент ведется строительство большой гостиницы. Прежде всего, ориентированной на рыбаков. И я на 139 койко-мест или 34 номера. Если одно место будет стоить порядка 500 рублей, плюс соответствующие услуги, то народ обязательно поедет. По некоторым оценкам, Камское устье в год посещает до 200 тысяч рыбаков. Теперь задача района – помочь легализоваться частникам и научиться зарабатывать на своих географических особенностях. Мы для себя провозгласили Камское устье концепцию семейного отдыха. Если мы говорим, что эти 200 тысяч рыбаков, которые в течение года приезжают, это, как правило, от папы 98%. И наша задача, чтобы притянуть обязательно маму и детишек. Ночью и днем на рыбалку пойдем, суток отойдем. Но не только Камско-Устьинский в республике считается рыбацким районом. Есть еще Лаишевский, пользующийся особой популярностью у казанских рыбаков. А в Алексеевском районе, в поселке Саканы, по примеру Ильдара Берхеева, свою рыболовную базу основал Олег Маркухин. Зайдлый рыбак и председатель клуба КЗН Фишинг вместе с партнером Ильясом Якуповым открылся еще в прошлом году. Купили участок, построили меню-гостиницу на 14 мест. Скоро к услугам посетителей будут и отдельные гостевые домики. Место выбрали не случайно. До этого сами постоянно ездили сюда рыбачить. Мы ловим в основном хищную рыбу, то есть это судак, щука, окунь, жерих, сом, то есть отнесем его в хищную. А также приезжают на белую рыбу, то есть это лещ, плотва, еще прочее, сазан. Клиент там был, тоже приехал, он первый раз на рыбалку приехал, у него, ну, первый раз на сомам поехал. Они через час приехали, я говорю, что так быстро? Они говорят, а все, хватит, ну, 32 килограмма первый его сом. Рыбалка для друзей и клиентов Олега Маркухина уже даже не ради рыбы, а просто ради удовольствия. Станислав Шмелев так вообще придерживается принципа «поймал, отпусти». Сергей Янтаров приехал поработать егерем на базе «Казенфишинг» из Москвы. Ловли судака, признается, заболел. Зимой, конечно, это непростое занятие. Лед от 60 сантиметров до метра. Лунок в день приходится бурить от 50 до 100. Но тем интереснее. Поклевка судака, она, понимаете, кто ощутил ее хотя бы раз в жизни, тот не забыть ее никогда. То есть мощнейший удар в руку и вот этот адреналин, вспышка сразу, адреналин его голову. Но ради этого, ради этого мы сюда и приезжаем. Камский судак для республики уже своеобразный бренд. Поэтому и индустрия вокруг зимней рыбалки, естественно, развивается. Одна из главных проблем – браконьеры, которые и для рыбаков – главная боль, и в целом влияют на туристическую привлекательность. Но на крупных реках места хватает. Пока. Что и привлекает Татарстан с каждым годом все больше и больше любителей рыбной ловли. Очень распространено мнение, что зимой люди там сидят в палатной, мерзнут и пьют водку. Нет, мы не делаем так. Мы активно перемещаемся по акватории, ищем активную рыбу. То есть все происходит в динамике, как правило. Мы не заставимся, не мерзнем пьют, не употребляем горячительные напитки на льду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова